Друзья мои, всем привет-привет! Я закончил свой стрим, потому что у меня сдали нервы, прям вот совсем сдали, я уже не мог больше играть. Мне, честно говоря, уже поперек горла все это дело стало. Настолько туго как-то и неприятно это все происходило. Я думаю, что всему виной моя попытка заполучить как можно больше мастеров. И вот когда ты концентрируешься на цели получить мастера, ты как-то вот все не принимаешь какие-то правильные решения в бою. Короче говоря, ребят, бок с ним со стримом. Я сделал оставшиеся 5 побед, которых не хватало для того, чтобы открыть Мэджея. Сейчас при вас я его открываю и сделаю на нем первые катки. Я сделаю первые катки на данной машине для того, чтобы заценить ее, насколько она играбельная или неиграбельная. В среднестатистических руках. Так, что касается амуниции. Мы имеем плюс 15 к защите экипажа, скорости ремонта. Время перезарядки улучшается, но всего лишь на 0,20. На весь барабан я бы сказал практически ни о чем. И есть еще канистра, которая улучшает подвижность. Но тяговооружение там, не знаю, скорость поворота башни улучшается, скорость поворота, мощность двигателя. Не знаю, ребят, вот серьезно, не знаю, что ставить. Ничего особо не добавляет, скорость перезарядки там пустяково добавляет. Поэтому, наверное, сделаю вот так. Здесь останется так, как есть. Здесь поменяем просто сейчас вот как-нибудь, что называется. Накину. Так, теперь что касается оборудки. Оборудку однозначно открываем всю. Открываем вот это, вот это, вот это. Скорость сведения. Я думаю, что добавим ему немножечко брони. Добавим подвижности. 15% скорости ремонта, 30% скорости перезарядки. И позволяет, точнее, стрелять во время движения, либо в минус 10 к разбросу на 100 метров. Я думаю, что лучше вот так, потому что все-таки это барабан. Так, ну вот, как-то приблизительно так. Поехали в наши первые бои на Мэджей. И посмотрим, на что эта машина способна в рандоме на данный момент. Я уверен, что особо хорошего с этого ничего не выйдет. Потому что ребята сейчас все сражаются за знаки класса мастера. Многие, кто скилловые, перешли с верхних этажей на 5-6 уровни. Для того, чтобы полегче нагибать рандом и, соответственно, полегче получать мастеров. Ну, короче говоря, я думаю, что бои для него сейчас будут не сильно приятные. Я не обратил внимания. Нету Мэджея среди противников. Ну, окей. Так, давайте смотреть. Что касается подвижности. Ну, не знаю, ребят. Я не могу сказать, что машинка суперподвижная. Я бы сказал, что она вяло передвигается. Я, честно говоря, не сильно удовлетворен подвижностью данной машины. Хотя, в принципе, ребят, ну, это тяж. Поэтому сказать, что чего-то требовать от него можно, ну, не знаю. Не знаю. Пока мне, честно говоря, подвижность такая себе. Не нравится. То есть, вот ехать куда-то, как говорится, на дальняк крайне дискомфортно. По углам склонения. Смотрите, вниз пушечка смотрит суперски. Просто вообще балдеж. Поэтому, я думаю, что от неровности на данной машинке отыгрывать можно будет, ну, прям-таки абсолютно спокойно. Броню сейчас заценим. Я единственное, что на радостях так психанул, что даже не посмотрел, как обычно это делаю. Характеристики пушки. Так, попадание. Кто-то добил до меня. Короче говоря, что-то мой обзор потихоньку превращается просто в попытку найти хоть кого-нибудь, в кого-нибудь пооткидывать альфы. Так, ну что. Поехали, что ли, на хеллкета? Я не знаю, поохотимся. Не, ну смотрите, пушечка поворачивается, я имею в виду башенка с пушкой, поворачивается довольно бодренько, как для тяжа по сторонам. То есть, в принципе, окей. Поворотливость просто ужасная. Ход назад крайне вялый. Я бы сказал, дико неприятный. Да, без сведения на дальнике и на средних расстояниях явно будет косая пушка. Прям совсем-совсем косая. Ну, не знаю, комфортненько, приятненько, в принципе. Но это первые бои, я думаю, что дальше будет немножко похуже. Слушайте, углы склонения просто песня. Я вот сейчас реально кайфанул, когда подъехал и понял, что я сейчас целюсь прям вот с ровной площадки вниз вообще на ура. Так. Ну, скорость перезарядки между снарядами, да. Я бы сказал, приятная. Вопросов нет. Вообще, это такой себе Excelsior, по моим ощущениям. Но только с барабаном. Вот как-то так могу данную машинку охарактеризовать. И я, наверное, сделал глупость. Мне надо было сначала закончить ивент. Ребят, вот кто ивент еще не закончил, наверное, не наступайте на мои грабли. Мне вот просто интересно за то, что сейчас я набил. Набил я, в принципе, немного, я согласен. Но мне интересно просто, какая планка сейчас на мастера на данной машине. Мне кажется, что не так уж и много машин сейчас играется в рандоме Мэджиев. И, соответственно, за подобные бои вам могут начислять там довольно нормальное количество опыта. Соответственно, приближать вас к знаку классности мастера. Итак, что у нас по результатам первой катки? 1180 единиц урона, как бы не сильно много. Три фрага и сразу знак классности второй степени, ребят. Я, честно говоря, думал, что будет третьей степени. И то, думал, что это будет даже много для него. Но нет, давайте попробуем еще раз. Посмотрим, может в этом бою получится немножечко больше. Так, по данной карте, поскольку однозначным плюсом Мэджиев является углы склонения орудия, я думаю, что не надо ехать куда-нибудь там прям в лоб к ТТшкам. Необходимо поехать куда-нибудь на неровности, от которых отыгрывать башни против СТ попытаться. Так, ну разъезд какой-то странный получается. Всего лишь один танчик поехал на Д. Это не очень хорошо. Так, ну ладно. В конце концов, будет возможность заценить параллельно его броню. Хотя, как я понимаю, не особо явно должен быть он ею одарен. Да, уголки склонения, блин, ну прям вообще красота. Ну вот смотрите, действительно же классно получается по поводу углов склонения. Вот вообще прям песня. Так. Поехали сюда. Хм. Да, слушайте, я ожидал от этого танка по броне чего-то побольше, честно говоря. Я думал, что сейчас он будет в рандоме чувствовать себя крайне комфортно в отношении брони. Но нет, смотрите, пробили прям в торец башни. Явно просекли меня вон перед передним катком. Точнее, сразу сзади, да. Сюда пробили. То есть, ну короче говоря, броней особо не расторговывайте, ребята. Потому что результата позитивного это не принесет. Я хочу досмотреть этот бой, ребят. Я думаю, тоже посмотреть, что будет в третьей катке. Хочу все-таки третью каточку еще сделать на данной машине. Я теперь понял, что особо быковать и лезть на рожон на данной машине абсолютно противопоказано. Потому что будут разбирать. И, ребят, заметьте. То есть, ну, разбирали кто? Шестерки. И, как бы, ну, не знаю. Там разница между пятерками и шестерками, как правило, не сильно большая, да. Там по уровню пробития. Так, ну, кроме, конечно, СУ-100У, там разговоров нет в отношении пробития. Тем более, если на голде. Так, ну, смотреть здесь нечего, будем говорить откровенно. Поехали в третью катку. Посмотрим по результатам третьей каточки. Ну, я не могу сказать вам свое какое-то мнение сугубо по первым трем каткам. Знаете, это вот исключительно такая проба пера, что называется. Это первое. Второе. Обзор не обзор, но это как бы то, к чему вы идете и то, что вы однозначно получите. Разработчики сделали такую ветку для прохождения к Мэджею, что, согласитесь, за то время, которое отведено, а это с 20 по 30 число 10 дней срок ивента. Ну, то есть, в любом случае, как ни танцуй, а 5 побед в день, я думаю, что можно сделать там, ну, в принципе, с легкостью, да. И тем более, что разрабы разрешили делать это в том числе и на машинках четвертого уровня. То есть, получается, что в целом шансы получить данную машину есть, а нет шансов только у ленивых. Вот если прям совсем ничего не делать, только в таком случае ты не получишь данный аппарат. Так, ну вот, без сведения косая машина на дальнике. Не сказал бы, что комфортно и приятно отыгрывать. Мне, честно говоря, вот сейчас не понравилось абсолютно. Все-таки циркличная пушка на зарядное, ну, куда поточнее будет. Не знаю, может, прям после каждого выстрела в ноль сводиться надо, но тогда это та пушка, которую я очень сильно не люблю. На которых необходимо дожидаться сведения дольше, чем дожидаться перезарядки. Это просто, как бы, неприятная неприятность для меня. Я люблю, когда пушечка имеет такие характеристики, при которых вы перезарядиться еще не успели, а орудие уже свелось. Таким образом, вы можете дальше продолжать выцеливать противника и в самый подходящий момент кинуть по нему шот. Так, ну вот здесь, короче говоря, беда бедовая. Я даже на голду перешел. Смотрите, никаких шансов у меня нормально сражаться с этим товарищем нет. Приятного крайне мало. Попытаюсь перезарядиться. Он почему-то меня испугался. Наверное, он даже не подозревает, что я физически пробить его не могу даже на голдовых снарядах. Честно говоря, голда получается такая себе в данном танке. Так, раз. Ну да, то есть, как-то вот видите, получается так, что уже перезарядился. Мог бы, в принципе, бросать, но еще ждал сведения. Так. Черчилль, не хочу я от тебя отхватывать в корму. Мне этот процесс будет явно крайне неприятен. Поэтому я, с твоего позволения, друг любезный, попытаюсь от тебя свилять. Да, уголки сведения радуют. Вот в этом танчику явно, ребят, не откажешь. Машинка действительно по углам сведения просто бомбическая. Ну, песня песенная. Так. Добавим немножко скорости в движении. Потому что сейчас, по-моему, будет последний прилет в мою тушу. Откатываюсь. Товарищ понял, что, в принципе, мне уже глына. Ну и, соответственно, напал на меня. Для того, чтобы догрыз меня до последнего. Так. Ну, давайте смотреть теперь по броне. Как видите, опять пробили в башню вообще без печали. Пробили в верхний бронелист абсолютно, как бы, спокойненько. Ну, то, что в затылок били, как бы, ничего удивительного. Сверху меня долбанули. Тоже не удивлён, что называется, абсолютно. Причём, как-то, когда вот в такой проекции смотришь, складывается впечатление, что в корме у меня сквозное отверстие. Их даже два. Нет, так прорисован просто танчик. Поначалу удивился. Очень сильно. Ну, короче говоря, ребят, по броне такое себе, по пушке, я бы сказал так. На данной машине однозначно необходимо сражаться исключительно с СТшками, ЛТшками на их фланге. Тогда у вас есть шансы. Тогда вы можете с ними сближаться плюс-минус. У них пробитие может быть чуть меньше, соответственно, больше шансов, что они пробьют. Ну и, соответственно, с вашим разбросом, я бы сказал, комфортнее бить всё-таки на ближних расстояниях. На дальних расстояниях ничего нормального у вас получаться не будет. Что касается борьбы с Шестёрками. У Мэджей практически нет шансов против Шестёрок, ввиду того, что те его будут пробивать просто-таки на ура. Ну, а ему противопоставить нечего. Как показал сейчас момент с Черчиллем, я надеялся на то, что когда я включу голду, у меня хотя бы будет возможность пробивать Черчилля в нижний бронелист, да, там, или в планку. Нет, ребят, шансов абсолютно никаких, раздолбали меня, ну и, соответственно, Черчилль просто сам ещё не знал, с кем он связался. Он думал, что я, поскольку ивентная машина, новопоявившаяся в рандоме, то я сейчас приеду и разберу его как молодого. Поэтому Черч скачился вниз, ну и, соответственно, потерял свою возможность пораньше меня добрать, точнее, разобрать меня просто на мелкие детали, на мелкие гайки. Итак, ребят, что касается результативности данной машины, 995 единиц урона, 3 знак, ну, 3 степени знак классности, фарм, блин, я не знаю, что с фармом, 2, ой, господи, 2, 25 тысяч серебра и с премом 40 тысяч, ну, это знак классности 3, какой там, был 3 степени, да, да, был 3 степени, вообще непонятно за что, честно говоря. Ну, потому что планка еще не задрана. Короче говоря, ребят, мой вам совет, если вы не сделали глупость, которую сделал я и не потратили свои кольца на открытие вот этой вот дребедюхи, да, из которой с вероятностью там 7%-30% может выпасть фараон, то я бы вам рекомендовал следующее. Не открывайте до окончания ивента, получите Мэджея, и пока еще Мэджей не заполонил, Мэджай, простите, он пока не заполонил рандом, максимально быстро попытайтесь получить на нем знаки классности мастер. Я думаю, что как раз на Мэджае самое то попытаться увеличить свои шансы на получение фараона. Я же свои шансы на получение фараона испробовал, испытал удачу, как обычно, и, как я уже говорил на стриме, за 8 лет игры в танки, мне ни разу, ни на одном из моих аккаунтов, из платных контейнеров или из вот подобных вот контейнеров в каких-то ивентах, не выпадала, ну прям ни одна машина. Поэтому я никоим образом не сомневался, хотя продолжал надеяться, что фараон все-таки мне выпадет. Не выпал, но да не беда, рано или поздно я куплю себе его, когда он выпадет на продажу. На данный момент у меня все, это был абсолютно честный, никем не проплаченный обзор Мэджая, стремитесь все к нему, я больше чем уверен, что его сможет не получить только ленивый. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Субтитры подогнал «Симон»!